всем добрый день я думаю вам уже известно о положении в турции положение с пожарами это конечно большая трагедия как для самой турции так и для планеты я думаю тоже потому что пожары наносят очень непоправимый вред но к сожалению сейчас мы в этом живем я конечно же сразу же приношу соболезнования и слова поддержки тем людям которые погибли и пострадали на сегодняшний день от пожаров погибло два человека более 300 человек пострадали и находятся в больницах данные постоянно меняются на сегодняшний момент пожары все не удалось локализовать по-прежнему горит бодру анталия мармарис поступили новости что горит и адана из мир в общем ситуация очень сложная версии возникновения пожаров самые разные от температурных условий и человеческого фактора также есть версии что это теракты самое страшное в этом что очаги возгорания находятся в непосредственной близости от населенных пунктов поэтому он на данный момент уже очень многие люди потеряли свои дома потеряли свои хозяйства горят животные горит имущество страдают люди люди остаются буквально на улице конечно же вся турция просила все силы на то чтобы помогать этим людям но все равно ситуация пока что остается неконтролируемая сил и техники не хватает потому что он очень большой разброс очагу возгорания пожарные мчс военные работают на износ местные жители также своими силами пытаются помогать и пострадавшим и помогать в тушении пожаром произошел такой один страшный случай который меня просто очень расстроил парень 25 лет помогал пожарным он подвозил им питьевую воду и произошла авария он перевернулся на своем скутере попал в очах сгорания к сожалению погиб распространению пожаров способствует погода которая остановилась последнее время в турции температура воздуха выше 40 градусов очень большая сухость все насаждения по сути являются сухостоем также леса засажены сосновыми деревьями которые во первых шишки которые горят они стреляют очень далеко и поэтому пожар распространяется еще быстрее плюс к этому сильный ветер который гонит этот огонь и на большие территории мэр Анталии обратился с просьбой о помощи ситуация в моногафте остается по-прежнему очень серьезной это был один из первых очагов возгорания что касается туристов некоторые из них конечно попали зоны там где происходят пожары эти отели эвакуируются кто может возвращается обратно но новые туристы продолжают приезжать потому что горит не вся турция выбирайте пожалуйста направление вашего отдыха в те районы которые на данный момент безопасны что касается турков конечно им проще они могут сейчас откорректировать маршрут своего отдыха на сегодняшний день продолжает гореть 21 провинция турции вот на карте вы видите там где продолжаются пожары и там где пожары были уже взяты под контроль но опять же ситуация меняется и всему этому способствует конечно же та погода которая сейчас установилась в турции дети мы шел сон турки и я очень благодарна тем людям которые оказывают посильную помощь пострадавшим люди нуждаются в одежде предметах гигиены продовольствие бытовых предметов то есть люди остались практически без ничего если у вас есть возможность пожалуйста свяжитесь со штабом помощи пострадавшим и окажите посильную помощь большая благодарность странам которые направили людей и технику на помощь в борьбе с пожарами в порядке и и и